Здравствуйте! В эфире новости Смоленск АЭС в студии Анна Пименова. Мы расскажем о важных событиях, которые происходили в жизни атомной электростанции на прошлой неделе. Смотрите сегодня в выпуске. Более ста человек в целом по концерту проходили эти отборчатые мероприятия. Работники Смоленск АЭС примут участие в чемпионате рабочих профессий Реа Скиллз. Это нелегкое, ответственное, но в то же время интересное и познавательное событие. Муниципальный этап четвертой метапредметной олимпиады. На плановом совещании с руководителями подразделений директор станции сообщил о работе атомной станции концерна Росэнергоатом. Текущее состояние 25 637 мегаватт, что составляет 107,1% от задания ФАС. По году 103,8%. О техническом состоянии Смоленск АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе первой и третьей энергоблоки суммарная нагрузка 2115 мегаватт. Существенных замечаний по рабочему оборудованию нет. Выработка электроэнергии за 5 дней марта составила 255 миллионов киловатт-часов, что превышает плановое задание на 13 миллионов. С начала года выработка составила 4,5 миллиарда киловатт-часов, сверх плана 646 миллионов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленск АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Девять работников Смоленск АЭС, показавших высокие результаты в отборочном туре на предприятии, примут участие в первом дивизиональном чемпионате рабочих профессий «Риаскилз», который пройдет на пяти площадках АЭС концерна «Росэнергоатом». С победителями и участниками отборочных мероприятий встретилось руководство атомной станции. Открывая встречу, директор Смоленск АЭС Павел Лубенский подчеркнул важность поставленной на уровне государства задачи по повышению престижа рабочих профессий. В прошлом году впервые стартовал отраслевой чемпионат «Атомскилз», в котором участвовали три работника Смоленск АЭС. В этом году было принято решение провести среди АЭС концерна «Росэнергоатом» отборочный дивизиональный этап «Риаскилз», чтобы из числа призеров и победителей сформировать команду для участия в отраслевом чемпионате «Атомскилз», который пройдет в июне. В свою очередь победители отраслевого конкурса поборются за звание лучших в своей профессии во всероссийском чемпионате, который состоится в ноябре. Как отметил заместитель директора Смоленск АЭС по управлению персоналом Анатолий Терлецкий, более ста работников филиалов концерна «Росэнергоатом» приняли участие в отборочных мероприятиях, в их числе 18 сотрудников Смоленск АЭС. 9 специалистов Смоленск АЭС показали лучшие результаты и будут защищать честь атомной станции на дивизиональном чемпионате. В конкурсе я случайно оказался, увидел объявление, уже заканчиваясь набор участников, подал, просто стало интересно, увидел номинацию, что есть электроника, в принципе и моя работа связана с этим. Думаю, что не только для меня, любому будет полезно поучаствовать в этом конкурсе, потому что он такой разноплановый и касается довольно разных тематик. Электроникой я занимаюсь с детства, поэтому, когда я увидел объявление при проведении этого конкурса у нас на станции, я обрадовался в первую очередь, подумал, почему бы не попробовать свои силы, тем более дело-то любимое, хобби, то есть не бросил, не только моя работа. Вопросы в отборочном туре были достаточно сложные, неожиданные, очень много было вопросов, которые, вот прям я даже не знал изначально, как отвечать, если честно, потому что не только по электронике, а и разным достаточно близким темам, и инженерно-конструкторским, и далее-далее. В общем, пожелайте нам удачи, я думаю, мы выступим достойно. Учащиеся школы номер 2 Дарья Молдаванова, Станислав Ковтун, Андрей Гавриленко и Владимир Лаврухин победили в муниципальном этапе 4-й метапредметной олимпиады. Она состоялась одновременно в 19 городах, участниках отраслевой программы «Школа Росатома». В Десногорске за лидерство состязались 5 команд, в каждой по 4 юных интеллектуала с 5-го по 8-й класс. Как отметила главный специалист Комитета по образованию Десногорска муниципальный координатор проекта «Школа Росатома» Ольга Конохова, метапредметная олимпиада – это новый вид конкурсных испытаний для школьников по владению универсальными учебными действиями. Эта метапредметная олимпиада проводится в рамках проекта «Школа Росатома». Пока еще у нас в официальных документах нормативных нашего Министерства образования, закон об образовании не закреплено понятие о проведении таких мероприятий. Поэтому, как я говорила, мы являемся первооткрывателями. Для чего нужно это мероприятие? В Федеральном государственном образовательном стандарте закреплено такое понятие, как метапредметные результаты. И их учителю, ученика нужно формировать и оценивать. Вот эта метапредметная олимпиада – как раз оценочное образовательное событие, которое оценивает, насколько сформированы у детей метапредметные умения, навыки, метапредметные результаты. Десногорское интеллектуальное состязание традиционно прошло в этом классе «Школу номер 3». Для решения метапредметных головоломок ребятам необходимо было погрузиться в креативную среду, продемонстрировать умения нестандартно мыслить, выдвигать гипотезы и их обосновывать, искать новые источники информации, обобщать найденные сведения, работать слаженной командой. Оценивала результаты олимпиады представительная команда жюри, учителя школ города и эксперты школы «Росатома». Третье место заняли эрудиты школы номер 4. Лучшие метапредметные результаты показали ученики школы номер 2, занявшие второе и первое места. Прежде всего нам помогла командная работа, поскольку мы из одной школы, ну, по крайней мере, нам было трудно сплотиться, но мы работали командой, и я думаю, вот эта работа общекомандная нам и помогла. Планируем готовиться, конечно же, усиленно, будем заниматься после уроков. Думаю, не все будут рады, потому что репетиторы и дополнительные занятия, но честь города предстоит защитить, подойдем к этому ответственно. Победители Олимпиады ожидает финал, который пройдет с 4 по 5 апреля в городе Удомле Тверской области. Наши ребята будут состязаться за лидерство с сильнейшими командами школьников из 19 Атомградов страны. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленск АЭС. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей и всего самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова